27 мая в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник библиотекари. Более 200 лет назад в этот день была основана первая российская государственная библиотека, которая была доступна всеобщему пользованию. С тех пор библиотеки прочно вошли в нашу жизнь, и хотя большая часть посетителей в них – школьники и студенты, привычка читать книги остается у нас на всю жизнь. Белореченская городская библиотека имеет бесценный опыт, как заинтересовать читателя. Сотрудникам библиотеки, которые отмечают полувековой юбилей, удается успешно конкурировать с телевизорами, компьютерами и планшетами. Давно ушли в прошлое те времена, когда библиотеке можно было просто обменять книги или посидеть с ними в тишине читального зала. Сегодня это одновременно и досуговый центр, и клуб по интересам, и место, где можно получить любую интересующую информацию. Только за прошлый год на базе библиотеки прошло более сотни тематических мероприятий. Но так было не всегда. В 1967 году библиотека занимала одну комнату на заводе ЖБИ-7, и книжный фонд составлял всего две тысячи экземпляров. Со временем библиотека росла, рос и ее книжный фонд. За несколько лет он с двух тысяч увеличился до 17 тысяч. С августа 1996 года библиотека стала располагаться по адресу улица Победа, 172. Занимала она всего две комнаты, это абонемент и маленькое помещение, где располагался читальный зал. Затем передали помещение Центра детского творчества, и в 2011 году закончился капитальный ремонт, и библиотека стала занимать всю площадь занимаемого помещения. За время своего существования библиотека меняла адреса, менялся коллектив, менялись заведующие, а это были Сорокина Валентина Семеновна, Крупнова Екатерина Борисовна, Рахвалова Юлия Александровна, Чумакова Наталья Витальевна. Но библиотека была всегда востребована. На сегодняшний день книжный фонд библиотеки составляет около 39 тысяч экземпляров. Читатели 3,5 тысячи, посещения в год нас посещают более 25 тысяч человек. И каждый день сотрудников городской библиотеки не похож один на другой. Организовать встречу с писателем, поучаствовать в фестивале, оформить к очередному празднику стенд и выпустить следующий номер библиотечной газеты. Эрудированные, творческие, яркие, именно такими библиотекари видят белореченцы на различных городских мероприятиях. И заражаясь их энтузиазмом, приходят уже сюда взять почитать книгу, пообщаться, узнать, когда будут следующие праздники. Конечно, лицо библиотеки – это ее коллектив. И просто замечательно, что рядом с Людмилой Александровной. Такие замечательные работники. Такая атмосфера в библиотеке очень добрая, домашняя. И хочется все время приходить сюда. На базе городской библиотеки долгое время вел работу клуб для людей пожилого возраста общения. Сейчас активно развивается радуга, в котором участвуют школьники. Клуб творческий. Мы делаем на компьютере анимированные небольшие сюжеты, буктрейлеры даже делаем с детьми, которые постарше. Ребята делают календари, буклеты, изготавливали поделки из папье-маше. Проводим сами мероприятия, очень любят делать конкурсы. Мне нравится в библиотеку сюда приходить, в наш клуб, потому что здесь очень весело. Мы здесь с друзьями общаемся, приходим, книги читаем, веселимся, что-то придумываем опять. Делаем здесь очень многие вещи, которые потом мы вспоминаем и смеемся над ними. Книжный фонд городской библиотеки ежегодно пополняется более чем на тысячу экземпляров. При этом всегда учитывается пожелание читателей, которые в течение года бережно собирают и записывают библиотекаре. Треть закупаемых книг составляет детская литература. Юбилей библиотеки – это большой праздник всех ее сотрудников. Тех, кто работает здесь сегодня и тех, кто работал в прежние годы. Разделить с ними радостное событие пришли коллеги из детской, юношеской и школьной библиотек. Актив Тоса Первомайский и самые преданные читатели. Они не только соседи, но и верные друзья. Мы от всей души поздравляем весь коллектив библиотеки и вообще всех их гостей с юбилеем. Я вам желаю оставаться, будьте здоровы, счастливы, очаровательны, добродушны. Такие, как вы есть. Всегда такими оставайтесь. Спасибо за ваши мероприятия. Это, знаете, самый, наверное, такой крупный пласт всех мероприятий, где работают отлично с детьми, где работают с пожилыми, где работают с инвалидами. Низкий поклон вам за это. И процветание вашей библиотеки. Музыкальные подарки к юбилею библиотеки приготовили преподаватель детской музыкальной школы Иветта Намгаладзе и артисты городского культурно-развлекательного центра. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем нам одна достали. Полувековой юбилей городская библиотека встретила в самом расцвете. В красивом, уютном, просторном помещении с огромным числом книг и неуклонно растущим количеством читателей. Активно используются и помогают шагать ногу со временем цифровые технологии. И мы желаем, чтобы городская библиотека и дальше росла и развивалась, оставаясь главным источником получения информации, Центром сохранения национального культурного наследия. Вера Савельева, Сергей Чернецов, События и люди.